Ремонта подъездов в доме 3А по улице Арцебушевская не было 25 лет, рассказывают местные жители. Нужен и ремонт крыши. На встрече с депутатом от железнодорожного района Александром Фетисовым жители узнали, что их дом внесен в программу капитального ремонта. На его обновление запланировано больше миллиона рублей. Это уже не первая встреча в этом дворе. Жители в прошлом году победили в городском конкурсе «Двор, в котором мы живем». Теперь здесь несколько песочниц, уличные тренажеры и новые лавочки. На этот раз жители просят включить их двор в программу патрулирования, чтобы уберечь оборудование от вандалов. В прошлом году у нас, вот они приезжали в 11 часов, вы знаете, прям никого не было, безобразия такого не было. Даже не было, как вот в этом году, сломали кольцо, сломали тренажер, вот мы все сами, своими средствами все делали. На состоянии подъездов и кровли жалуются жильцы из 117-го дома по улице Красноармейская. Здание построено в конце 30-х годов прошлого века. Капитального ремонта с тех пор здесь не было. И канализация, и трубы холодного, горячего водоснабжения. В подъездах электропроводка тоже, она вся с 37-го года. Дом на Красноармейской входит в гостевой маршрут и встречает людей, которые прибывают на железнодорожный вокзал. Поэтому с его ремонтом затягивать не будут. Сейчас мы план работы наметили. Это в первую очередь за счет средств регионального оператора должна в порядок будет приведена крыша. И мы сейчас будем этим заниматься, чтобы быстрее средства пришли, и чтобы мы понимали, что это должен быть за подрядчик. Ремонт по этим двум адресам начнется уже в этом году. Алина Чемерис, Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков. События.